Дорогие друзья, дорогие братья, сёстры, гости нашей церкви, в последнее время, изучая Евангелие от Матфея, мы встречаем очень много таких моментов, когда Иисус разъясняет нам о Царстве Небесном. Эта тема во многих притчах у Него была, и на одной из, не в прошлой проповеди, а в позапрошлой, мы рассматривали притчу о брачном пиле. Вспомните, Иисус нам разъяснял, как там будет, потому что эта тема для нас в основном сокрыта, и очень слабое представление у нас об этом. И, вы знаете, сегодня люди, когда вступают в брак, то помимо росписи в ЗАГСе и получения свидетельства, для них ещё очень важным событием является венчание. Особенно для верующих людей. Это даже важнее, чем сама роспись в ЗАГСе. Венчание – это такое торжественное мероприятие, где публично подтверждаются и оформляются отношения между женихом и невестой, и которые обещают друг другу сохранить свой брак в верности и прожить долгую, счастливую, совместную жизнь. Но в некоторых направлениях религии вот этот процесс венчания воспринимается очень своеобразно. Многие утверждают, что венчание нужно для того, чтобы муж и жена, когда закончатся их дни жизни на земле, чтобы они могли там, на небесах, встретиться и продолжить совместную жизнь. И это мнение очень распространено даже у нас в стране. Я не знаю, кто такие домыслы придумал, но это не имеет под собой библейского основания. И сегодня мы немножко заглянем в эту тему и посмотрим, что же об этом говорит нам в Священном Писании. Итак, давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, 22 главу и зачитаем с вами с 23 стиха до 33. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, и оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из семи будет она женою? Ибо все имели ее. И Иисус сказал им в ответ, Заблуждайтесь, не зная Писаний, не силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, леченого вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша, народ дивился учению Его. Буквально в прошлое воскресение мы с вами размышляли над текстом, который описывал очередную попытку фарисеев подловить Иисуса. Помните, как мы изучали текст, в котором говорилось, что фарисеи подошли к Иисусу с очень таким каверзным вопросом. Они спросили, нужно ли платить подать царю? Ну, иными словами, нужно ли платить налог? Очень многим этот налог не нравился. Июдеи вообще считали, что они принадлежат Богу, поэтому не должны платить никаких налогов римскому правительству. И многие ждали, что сейчас Иисус именно так и ответит, что, ну, налог, это же все земное, мирское, а вы люди духовные, принадлежащие Богу, поэтому не надо платить никаких налогов. Многие этого ждали, этого ответа. И тогда бы это послужило бы поводом для иудеев избегать налогов. Но дело в том, что если бы Иисус ответил, что надо платить, то, как мы размышляли с Александром, тогда народ отвернулся бы от Христа и у фарисеев была бы возможность схватить Иисуса и расправиться с Ним. А если бы Он ответил, что не надо платить, то тогда фарисеи просто доложили бы римскому правительству, представителям римского правительства, о том, что есть некий Иисус, который подговаривает народ не платить налоги, подговаривает народ не подчиниться царю. И это опять-таки, тогда бы римские, римляне схватили бы Иисуса, и это опять-таки облегчило фарисеям задачу расправиться с Ним. Если бы Иисус занял конкретно одну из этих позиций, то в любом случае нашлись бы такие, кого Его ответ бы не устроил. И, казалось бы, была безвыходная ситуация, но Христос, присущей Ему мудростью, ответил, что нужно отдавать кесарю, кесарево, а Божие Богу. Поэтому мы должны уметь разграничивать земное и небесное, и духовное. И далее мы видим, что ко Христу на этот раз теперь подходят саддукеи. С не менее каверзным вопросом. Но для начала давайте разберемся, кто же такие саддукеи. Название их происходит от имени Садок. Так звали священника, который возглавлял богослужение в Иерусалимском храме еще при царе Соломоне, который правил Израилем еще за тысячу лет до прихода Иисуса Христа. И саддукеи называли себя так, потому что они считали, что те традиции, которые они имеют, что они исходят как раз от этого первосвященника. И в отличие от фарисеев о саддукеях в Евангелии сказано очень немного. Всего один раз мы читаем, что они подошли и попытались искусить Иисуса, задав ему каверзный вопрос о жене, у которой умерло семь мужей. Но и эта попытка, как мы знаем, оказалась безуспешной. Но саддукеи, в отличие от фарисеев, они поступили мудрее. Когда они получили такой мудрый ответ от Иисуса, они просто отошли от Него и больше не предпринимали ни одной попытки Его поймать на знании Священного Писания. Они поняли, что Он знает Его в совершенстве. Но тем не менее, Иисус предупреждал Своих учеников, что берегитесь учения саддукейского и фарисейского. В чем же заключалось учение саддукеев, что Христос предупредил остерегаться Его? На самом деле, саддукеев было совсем немного. Но это был довольно богатый такой класс, ну, можно сказать, аристократы. Очень многие первосвященники были саддукеями. На протяжении многих столетий именно саддукеи занимали все главные посты и в духовной, и в административной, и даже в военной иерархии иудеев. Мы помним первосвященника Каиафа. Вот он как раз и был тоже саддукеем. Даже когда римские воска оккупировали иудею, в это время саддукеи, которые являлись первосвященниками, могли по-прежнему распоряжаться на свое усмотрение теми средствами, которые собирал Иерусалимский храм. А это были довольно огромные деньги. И ради сохранения своих привилегий саддукеи готовы были идти на примирение с римскими властями. Они считали обязательной только одну часть священного писания. Это пятикнижие Моисея. То есть первые пять книг Ветхого Завета. Никаких пророков, никакие поэтические книги и даже предания предыдущих законоучителей они не признавали. Для них авторитетом было только пятикнижие. Особенно они расходились во мнении с фарисеями относительно загробной жизни. Фарисеи считали, что загробная жизнь есть и они принимали воскресение. Саддукеи считали, что воскресение не существует. А фарисеи в свою очередь говорили, что те, кто не принимает воскресение, вообще должны быть отлучены от Бога. Поэтому между фарисеями и саддукеями была такая очень, между ними была напряженная такая ситуация. Они друг друга не признавали, они практически не контактировали. Но дело в том, что саддукеи, находясь у власти, они были подвержены искушениям, которые очень часто бывают у людей начальствующих. То есть бесконтрольно управляя теми средствами, которые поступали на храм, они порой допускали откровенные махинации, откровенный обман. Чуть ранее мы с вами изучали в Евангелии от Матфея, где Иисус изгонял миновщиков и изгонял торговцев из храма. Вот этот момент он по сути напрямую облючал саддукеев. Вспомните, мы уже говорили, что ежегодный налог на храм или вообще любой другой побор, любой другой налог, который производился в храме, любые пожертвования на нужный храм, они производились в специальных таких монетах, которые назывались храмовые сребреники и которые можно было приобрести только на территории этого храма. Поэтому паломникам сначала нужно было поменять деньги на вот эти сребреники и лишь потом принести пожертвования. И обмен денег производили менялы и производили они можно сказать по завышенному, можно сказать даже по грабительскому курсу. Но на этом изъятие денег у народа не заканчивалось. Далее мы знаем, что люди обязаны были приобрести животных для жертвоприношения. И несмотря на то, что на территории прихрамовой территории эти животные стоили гораздо дороже, все равно было выгодно покупать там, потому что мы знаем, что мы уже с вами об этом говорили, что были в сговоре вот эти продавцы и миновщики, та комиссия, которая осматривала животных, которая допускала их до принесения в пожертвование, все там было взаимосвязано и поэтому комиссия, которая принимала животных, если кто-то приводил своих животных, они их браковали как правило. Поэтому люди вынуждены были покупать животных на территории храма и опять-таки по завышенной цене. И за проверку даже этих животных люди обязаны были платить. Поэтому Иисус и назвал миновщиков и продавцов животных разбойниками, которые обдирают людей. Но разве смогли бы миновщики и торговцы устроить такой грабительский бизнес без разрешения или как модное слово без крышевания садукеев первосвященников. Да нет, конечно. В руки садукеев шла огромная прибыль от всех этих махинаций. Так как садукеи не верили в загробное существование души и воскресение мертвых, то они стремились жить по максимуму. Они старались наполнить свою земную жизнь всевозможными благами, не надеясь получить вознаграждение на небесах после смерти. Они считали, что земное богатство Бог посылает только праведным людям, к которым они себя сами же и относили за их благочестивую жизнь. И все у них было хорошо. Деньги, власть, авторитет, роскошная жизнь. Поэтому когда они узнали, что Иисус воскресил Лазаря, который уже четыре дня пролежал умершим в могиле, что весь народ после этого пошел за Христом, как за обещанным Мессией, первосвященники Саддукеи испугались, что Иисус, если станет царем, он лишит их вот этого всего, сломает всю их вот эту уже наработанную схему принятия, получения денег, прибыли. Поэтому они решили, что лучше убить Иисуса. И ради того, чтобы исполнить свою цель, они пошли на объединение со своим непримиримым соперниками, со своими оппонентами, это с фарисеями. Поэтому когда они узнали, что Иисус воскресил Лазаря, у них был страх того, что они сейчас потеряют все, что имеют. И садукеи подошли к Иисусу с не менее каверзным вопросом, чем у фарисеев. Они задали вопрос, который, по их мнению, доводит до абсурда учения о воскресении. и вопрос они выбрали, опираясь на Писание. Они сказали, как написано, что если мужчина, будучи в браке, умирал бездетным, не оставив после себя сына, то его брат обязан был взять его вдову в жены и за часть детей за своего брака. И по закону такие дети считались детьми умершего брата. Давайте с вами обратимся к Ветховому Завету и зачитаем второзаконие 25-я глава с 5-го по 10-й стихи. А здесь записано, если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с ней. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка идет к воротам, к старейшинам и скажет, деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне, тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, а если он встанет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему и в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему и нарекут ему имя в Израиле дом Разутова. Поэтому да, действительно существовал такой закон, который обязывал брата жениться на жене своего умершего брата. И он исполнялся, по факту он исполнялся, потому что никто из братьев не хотел быть распространенным и униженным, тем более, чтобы это происходило в глазах старейшин. И тем самым он еще и обесчестил бы имя своего умершего брата. Но саддукеи привели очень необычный пример, когда один за другим умирает семь братьев и ни один из них не оставил после себя сына. И все они брали эту женщину себе в жены, а потом саддукеи спросили. Итак, в воскресенье которого из семи будет она женой? Ибо все имели ее. Они думали, что это действительно вопрос ловушка. И неважно было, эта ситуация была выдумана или реально такая ситуация произошла. Саддукеи размышляли так, что если существует воскресенье мертвых, то когда после смерти на небесах умершие окажутся, то все должно возвратиться в такое же люди находились до того, как умереть и примерно в тех же обстоятельствах. И тогда эта женщина окажется в очень затруднительном положении. Либо быть женой одновременно всех семерых, что невозможно, либо принадлежать первому или третьему, а может быть последнему. Или может быть тому, кого она больше всех любила, или может быть тому, с кем она больше всех прожила. То есть вопрос повисал в воздухе. И кстати, фарисеи, они хоть и были между собой едины в вопросе воскресения в целом, но они не могли никак прийти к единому мнению и постоянно спорили над малозначительными элементами, над малозначительными вопросами. Они спорили и друг друга спрашивали, а человек воскреснет одетым или нагим? А если одетым, то в какой одежде? В той, которой умер, или в той, которой похоронили? Или вообще в какой-то другой одежде? Они даже утверждали, что люди воскресают с теми же физическими недостатками, с которыми умерли. Ну, грубо говоря, что если кто-то имел дефект речи, то воскреснув на небесах, он и там имеет этот дефект. Или если кто-то был безногий, то попав на небеса, он также будет страдать от того, что у него ног там не будет. Итак, саддукии ждали ответа от Иисуса, уже заранее торжествуя внутри себя можно сказать вот эту победу. Они думали, что ну наконец-то мы нашли на чем подловить Христа. Но ответ Иисуса их просто обескураживал. 29 и 30 стих. Иисус сказал им в ответ «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах». Обратите внимание, Христос укоряет их с такой мягкостью, с мудрой кротостью. Иисус начал с разъяснение того, что они допускают очень серьезную ошибку. Они очень сильно заблуждаются в том, что думают о Царстве Небесном в своем земном представлении, что они думали о вечности, опираясь на наши мирские ценности. И это происходило из-за того, что они плохо знали Писание. они его читали, но не вникали глубоко. Они не знали Бога как Бога Живого, не знали Его силы. Они не понимали, что небеса не являются простым продолжением этого мира. Это не просто перемещение с одного места жительства на другое. Это не из России на самолете перелететь куда-нибудь в Бразилию и продолжать жизнь на другом месте. Ну немножечко может быть с другими законами. Там будут новые, на небесах будут новые, абсолютно другие и более прекрасные отношения, которые намного превосходят наши отношения здесь на земле. саддукии не знали силы Божьей. Той силы, которой Бог приводит людей ко спасению. Той силы, которая приводит к убеждению, что воскресение и загробная жизнь возможны. Когда мы слышим о существовании души вне тела, особенно о том, что мертвое тело, когда многие годы пролежало в могиле и уже превратилось в прах, и что это тело потом воскреснет, будет соединено с плотью и снова будет жить, двигаться, действовать, то даже в наших головах возникает порой вопрос, ну как? Как это возможно? Знаете, однажды к Ньютону подошли и спросили, а как это Бог воскресит умерших? Как Он соберет тела умерших, если они уже с годами превратились в прах, они рассеялись по вот этой земле? Ведь это невозможно. Ученый взял горсть мелкой металлической стружки, смешал ее с землей и попросил их разделить стружку от земли. На него люди посмотрели и сказали, но это невозможно. После чего ученый молча взял мощный магнит и провел над землей. И вся металлическая стружка, она прилипла к магниту. После чего Он сказал, тот, кто дал такую силу бездушному металлу, неужели не сможет совершить и большего? Когда наступит время воскресения, Бог соберет наш прах и воскресит наши тела. Если ученый своим ограниченным человеческим умом догадался таким образом поступить, то неужели Бог не сможет воссоединить человеческое тело и душу. Для твердо верующих во всемогущество Бога, в то, что для Бога нет ничего невозможного, все эти затруднения, они исчезают сами собой. Поэтому мы должны прежде всего крепко утвердиться в том, что Бог это Бог всемогущий, что Он может делать все, что пожелает, и тогда не останется места сомнения в том, что Он исполнит Свои обетования. Его сила превосходит все силы природы, Его сила сверхъестественна. Итак, вернемся к тексту. Потом Иисус, зная, что саддукеи думали про себя, что они достаточно хорошо знают Пятикнижие, знают Писание, и что там нет подтверждений того, что воскресение будет, Христос берет и приводит им пример именно из этого Пятикнижия. Мы знаем, что доказательства воскресения есть и в книге Иова, и в книге Иезеки, и у пророка Даниила, но Христос, зная, что для саддукеев эти книги не авторитет, Он берет пример именно из той книги, которую они хорошо знали. И Он процитировал именно из книги Исход, третья глава. И там есть такие стихи, что я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог сказал эти слова Моисею из Тернового куста на горе Хариве, в то время, когда Авраам, Исаак и Иаков уже были давно умершими и погребенными. Невзирая на это, Бог говорит, что не я был Богом для Авраама, был для Исаака, а Он говорит, что я Бог Авраама. Он говорит, в настоящем времени. Поэтому Бог, Он не есть Бог мертвых, но живых. Бог не может быть Богом мертвых и разлагающихся тел. Живой Бог, Он должен быть Богом живых. Поэтому Иисус опроверг мнение утверждения Судукеев текстом из самого Писания и показал им, что загробная жизнь она существует и о ней нельзя думать в каких-то земных понятиях в земном представлении. Небесное не будет похоже на нынешнее земное наше. И поэтому в воскресенье Христос сказал не женится и замуж не выходит. Вообще брак это нормально и никогда не отвергалось человеком. И это сохранится до конца нашего времени, до конца времен существования этого мира. Но ведь по сути и еще забыл сказать, что все цивилизованные страны ни одна страна не отрицает и не отвергает вот этого существования брака. Везде люди в человеческой природе, везде люди женятся и выходят замуж. Потому что брак это он необходим для удовлетворения желаний человеческой природы и для восполнения рода человеческого. Ведь по сути люди на земле здесь женятся для чего? Каковы основные задачи брака? Это прославить Бога и как Бог сам сказал плодитесь и размножайтесь. То есть это продолжение рода. Каждая семейная пара должна служить Богу, любить друг друга, иметь детей и поддерживать и помогать друг другу. Но на небесах нужно будет только служить Богу, только прославлять Его имя. А сами мы не будем нуждаться ни в чьей какой-то дополнительной поддержке или любви, ни в чьей заботе, потому что там, на небесах, достаточно будет Божьей любви и Божьей заботы о нас и Божьей поддержки напрямую. Поэтому на небесах мы не будем иметь нужды ни в чём. Мы не будем иметь никаких плоских потребностей, которые необходимо удовлетворять. На небесах не будет разрушения организма, поэтому по сути там не нужна будет пища, не нужна будет вода. На небесах не будет уничтожения рода человеческого, поэтому не будет и брака. А где смерти нет, там не нужно будет и продолжение рода, деторождение. Там потребности в браке нет. Наше состояние будет подобно нынешнему состоянию ангелов на небесах. Мы надеемся вскоре уподобиться ангелам, которые всегда созерцают лицо нашего Отца Небесного. Они видят ежедневно Бога, они чувствуют Его поддержку и они ежедневно прославляют Его и находятся в славе Божьей. Поэтому уже сегодня здесь на земле мы должны желать и стараться творить волю Божью так же как ангелы творят ее на небесах. Стараться всей своей жизнью прославить Бога уже здесь находясь на земле. Прославить уже сейчас. Саддукеи были приведены в молчание ответом Иисуса Христа. И таким образом они были посрамлены. Они хотели подловить своим каверзным вопросам Иисуса, но они сами же попались в ту сеть, которую сами же растянули. Поэтому тот, кто отрицает воскресение мертвых, он либо не знаком с Писанием, либо он не верит в силу всемогущего Бога. Мы не должны думать о небесном, через наши мирские представления. Мы должны разделять мирское от духовного. Нам следует внимательно читать и слушать то, что нам говорит Бог через Священное Писание. Потому что это сказано не только для тех людей, но и для нас сегодня тоже. чтобы нам не заблуждаться в своих суждениях, мы должны не просто поверхностно прочитывать, а глубоко изучать, как нам Бог говорит, вникать в Писание. С постоянством ежедневно вникать в суть написанного. Мы должны не просто слушать Слово Божье, мы должны знать Писание. Верить во всемогущество Бога, в Его силу и ничуть не сомневаться. Наш Бог есть Бог живых. Будьте верными служителями Иисуса Христа. Аминь. Давайте вставши помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за Слово Твое, через Которое Ты научаешь нас, как необходимо жить. Через Которое Ты открываешь нам те прелести, которые нас ждут на небесах. Мы своим ограниченным человеческим умом порой не понимаем, как это все будет происходить. И в силу этого мы порой начинаем задавать себе вопросы, как все это возможно, как все это будет. Но мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты даешь нам четкий яркий ответ, что это возможно благодаря Твоей силе. Поэтому ты усмотри, Господь, чтобы мы не забивали себе голову вот этими порой ненужными вопросами и размышлениями, чтобы в нас не зарождалось сомнение. Потому что мы верим в Тебя за то, что Ты Бог всемогущий и ни до Тебя ничего невозможного, чтобы Ты не смог сделать. Поэтому мы верим Господь Тебе, верим Слову Твоему и молим и просим, Ты усмотри, чтобы мы глубоко изучали Писание, чтобы мы, чтобы наши сердца побуждались не просто читать, а вникать в смысл написанного, разбираться в Слове Твоем и научать других людей, которые о Тебе еще не знают, как о Боге живом. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь и милость, которую Ты к нам проявляешь. Слава Тебе и хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.